30 марта в Успенском соборе Санкт-Петербурга епископ Николай Дубинин в сослужении духовенства сервина деканата архиепархии Матери Божией совершил мессу освящения мира и благословения елеев. Я не первый раз участвую в мессе елеев, но совершаю ее как предстоятель впервые. Конечно, и готовясь к ней, и во время самой литургии я очень переживал, испытывал такой душевный трепет и огромную благодарность Богу. Обычно это богослужение совершается утром Великий Четверг, но в связи с тем, что наша епархия занимает значительную территорию, оно было совершено заранее. В прошлом году пасхальные богослужения проходили без участия народа. В этом, несмотря на ограничения, верующие смогли собраться на общую молитву в храме. Во время богослужения священники обновили свои обеты, данные ими когда-то при рукоположении. После этого обряда сосуды с елеем торжественно принесли к алтарю. Уже во время евхаристической литургии епископ благословил елей больных, которые используют во время елеопомазания. А после причастия епископ благословил елей оглашаемых, которые используют для помазания кутхуменов во время таинства крещения. Затем епископ влил благовонный бальзам в елей и, вознеся руки, прочитал вместе со священниками молитву освящения мира, которая потом используется во время меропомазания, совершения таинства и рукоположения и освящения храмов и алтарей. Праздник единства Церкви со Христом. И, конечно, это один из важнейших моментов, один из важнейших дней в течение всего года для всей нашей Церкви. 31 марта подобное богослужение будет совершено в Москве, а 1 апреля – в Калининграде. Елей и Мира священнослужители развезут по своим приходам и храмам, чтобы начать использовать их уже в самое ближайшее время. Католическая Церковь вступает в важнейшую часть литургического года – пасхальное триденствие. Субтитры создавал DimaTorzok